Что человек сказал, пусть он делает. Так что говорит наш стих? Человек, который дал обет Господу или поклялся клятвою, взяв на себя какие-то обязательства, дословно связав себя какими-то обязательствами, пусть не пустословит, пусть его слова не будут пустыми, всё, что он сказал, пусть сделает. Слово «недр» или «обет» означает ситуацию, когда человек берёт на себя обязательства, связанные с определённым условием. Человек, например, говорит, если мой сын выздоровеет, я пожертвую 500 долларов на издание Торы. Если я получу хорошую работу, я сделаю то-то и то-то. Есть условия, есть обязательства, которые человек принимает на себя, если это условие состоится. Клятва – это то, что человек делает без всякой связи с происходящим, принимает на себя какое-то ограничение, запрещает себе то, что ему разрешено. Например, человек может сказать, «Клянусь, что я больше не буду кушать ягоды Давидзони». Это такая ягода, которая растёт только в Австралии. Или «Клянусь, что я каждый день буду ходить на самую раннюю утреннюю молитву в синагоге». И если раньше можно было кушать этот плод в Давидзоне, если раньше человек не был обязан ходить на самую раннюю молитву, то теперь он стал обязанным. Человек имеет право, казалось бы, это какая-то дописка к Торе, но человек имеет право решить для себя, принять для себя то или иное решение, ограничение или, наоборот, обязательство для своего духовного роста. Другое дело, это очень важно сказать, хотя Тора здесь говорит об обете и о клятве, это не значит, что хорошо давать обеты и клятвы. Можно просто принимать решение, объявлять решение и следовать своим словам без того, чтобы клясться именем Господа. Это очень опасно, клясться именем Господа, потому что мы на самом деле не знаем, сможем ли мы выполнить те обязательства, которые мы принимаем. Тора здесь говорит, как поступить, если человек все-таки поклялся. В отношении клятв бывает еще одна ситуация, о которой говорит Машех. Это когда люди для красного словца, для того, чтобы придать своим словам весомости, достоверности, добавляют к ним клятву. Человек не просто говорит, я был в Иерусалиме. Он говорит, возьмем слова барона Мюнхгаузена, клянусь своей треуголкой, что я был в Иерусалиме. Ладно треуголкой, клянусь головой, клянусь небом, клянусь еще чем-нибудь. Человек невластен над тем, что случится через секунду, и он невластен ни над головой, ни над небом. Поэтому для красоты прибавлять к своим словам какую-то клятву, это просто ложь. И как это принято было в суде отвечать, когда человек подтверждал что-то, он говорил два раза «да». «Да-да». А когда человек отрицал что-то в суде, он говорил «нет-нет», «лав-лав». И этого достаточно, если твои слова будут правдивы. Если ты заслуживаешь доверия, если ты правдив, то не надо добавлять в этом «не клянусь фараоном», «не клянусь своей треуголкой», никакой другой клятвой добавлять к этому не надо. Все эти украшения, они от лукавого. Просто будь верный своим словам. Это то, о чем говорил Машех. Очень важно, что Машех говорит эти слова здесь, говорит начальникам Израилевым, то есть руководителям. Сегодня принято, скажем, что у политиков предвыборные обещания, только наивный ждет, что они будут исполнены. Так и говорят, что он наивный. Неужели ты думаешь, это же были предвыборные обещания? Как сказал один израильский политик, очень известный политик, Львий Ишколь, «Я обещал, но я же не обещал, что я выполню свои обещания». В порядке вещей. Машех здесь учит, прежде всего, начиная руководителей народа Израиля, что именно они, с них, должна начаться ответственность за свои слова. Они, прежде всего, должны быть ответственны за свои слова. Как говорится о молитве, что если человек молится, и он не слышит свою молитву, если человек со здоровым слухом молится, и свои молитвы не слышит, это как бы и не молитва вовсе. Если человек проповедует что-то, учит чему-то, хочет донести какую-то мысль, то кого-то, прежде всего, сам слушай свою мысль. Если мы хотим говорить о верности своему слову, что у тебя слово не расходится с делом, то сам, прежде всего, начни с этого. Среди прочего, эти два первых стиха нашей недельной главы учат нас и этому, и учат нас так смотреть на наших лидеров. Вы и ша. Субтитры создавал DimaTorzok